Диана Булавина – студентка факультета физкультуры и спорта Госуниверситета. Активистка и спортсменка всегда хотела стать, если не участницей крупных соревнований, то хотя бы помогать в их организации. И такой случай появился. Несколько месяцев назад она увидела в соцсетях объявление о проведении в Белгороде стафета Олимпийского огня. Ни секунды не сомневаясь, отправила заявку на участие. Я считаю целесообразно поучаствовать в этом, принять участие и проникнуться духом олимпизма. Я считаю, не очень часто через Белгородскую область проносят факел. К этому можно присоединиться, помочь в организации, и это будет незабываемо. Возможно, это будет раз в жизни. Почему этот момент упускать? Мария Суршко также решила стать добровольным помощником на эстафете. Правда, в отличие от Дианы, которая станет дублером факелоносца, Маша будет помогать работникам средств массовой информации в освещении глобального спортивного праздника. Это почетно, это интересно и полезно для себя, наверное, в первую очередь. Чтобы было потом что рассказать друзьям и родителям. Всего же в Управление молодежно-политики области поступило более 700 заявок. Из них выбрали 420 основных волонтеров. Другие же пока в резерве. С теми, кто оказался чуточку удачливее, в ближайшие месяцы будут проводить обучающие тренинги и занятия для того, чтобы достойно встретить Олимпийский огонь в Белгороде. Подготовка волонтеров, конечно, будет свестись на базе нашего Центра молодежных инициатив, потому что здесь у нас есть соответствующая база, есть соответствующие наработки и в конце концов работают достойные специалисты. До начала самой эстафеты осталось более 4,5 месяцев. За всю историю зимних игр эстафета Олимпийского огня Сочи 2014 станет самой продолжительной – 123 дня. За это время она пройдет через все регионы России, преодолев 65 тысяч километров на всех видах наземного и воздушного транспорта и даже на оленях. Огонь поднимется на Эльбрус, опустится на дно Байкала, достигнет Северного полюса и, как ожидается, даже полетит в космос. В эстафете примут участие 14 тысяч факелоносцев и 30 тысяч волонтеров, а ее непосредственными зрителями станут около 130 миллионов жителей страны. Олимпийский огонь в Белгороде встретят 17 января. Титулованные спортсмены региона пронесут факел по центральным улицам и проспектам областного центра. Таким образом, протяженность маршрута составит более 30 километров. В день эстафеты в городе также пройдет большой спортивный праздник, кульминацией которого станет зажение чаши огня Олимпиады 2014 на Соборной площади. Надежда Дурнева, Дмитрий Ерема. К этому часу. Белгород.